Новогодние чудеса продолжаются. Ребятишки из социально-педагогического центра города Пинска и специализированной общеобразовательной школы-интерната вновь принимали гостей. Такое внимание и подарки добавили улыбки на лица детей. А свидетелем доброго благотворительного дела по традиции стала наша съемочная группа. Пусть это второй, а может третий или четвертый визит Дедушки Мороза с внучкой в социально-педагогический центр, но его подопечные не устают удивляться и радоваться таким гостям из сказки. Появиться им здесь и вновь поздравить ребят с новогодними праздниками в рамках акции «Елка желаний» помогли друзья учреждения, представители Красного Креста. С Красным Крестом мы сотрудничаем очень давно. До меня предыдущий руководитель точно так же поддерживал тесную связь. И каждым праздником они нам стараются оказать помощь, которая по силам. Маленькая Танюша постаралась выполнить просьбу Дедушки Мороза. Прочла ему свой заготовленный заранее новогодний стишок. На свете так бывает и только раздаду. На елке за загар прекрасную звезду. Звезда горит не та, блестит прекрасный лед, но сразу наступает счастливый Новый год. А Давид шепнул на ушко волшебному гостю его сокровенное желание – увидеть под елочкой особый подарочек. Мотоцикл? Пусть твоя мечта сбудется, я обязательно постараюсь что-нибудь придумать. Хорошо? В семье малышу эту вещь наверняка подарили бы его родители. Но сегодня порадовал Давида – зимний волшебник. Пусть это пока не мотоцикл, но его детские аналоги – самокаты и велосипед. Этим и другим подаркам здесь всегда рады. И на них не скупятся многочисленные друзья центра. Их немало, и всех даже не удается перечислить в словах благодарности. Кого бы очень хотелось отметить, таких ярких, которые всегда приходят на помощь в любой момент, это наши пинские электросети, теплосети, погранотряд, Беларусьбанк. Очень много частных предприятий, которые просто добрые люди хотят прийти, оказать деткам такую помощь и своего рода внимания. Благодаря пинскому ГОВД нам подарен большой телевизор смарт-ТВ, который уже повешен в комнате у детей, дети имеют возможность через интернет смотреть мультфильмы. Ждали с большим нетерпением новогодних гостей. И в специальной школе-интернате. Дедушка Мороз здесь тоже постарался порадовать ребятню. Помогла ему в этом не только Снегурочка, но и волонтеры Красного Креста. Благодаря, конечно, большой работе наших волонтеров, Сполезского государственного университета волонтеры, Пинского аграрно-технического колледжа имени Клещева. И, конечно же, благодаря людям, которые приходили в магазин товары для женщин и исполняли желания детей. Хочется, конечно же, поблагодарить детский магазин, Бэби-мол, который передает инвентарь для развлечения детей. У нас обучается 99 детей. Из них 17 – это воспитанники дошкольных групп, остальные – в первой, двенадцатой классе. 90 детей имеют группу инвалидности, то есть являются детьми-инвалидами. Поэтому пристальное внимание сейчас уделяется детям-инвалидам в нашей стране. У нас много было очень гостей к новогодним праздникам. Мы до сих пор еще принимаем гостей. Мы очень рады гостям. Ребята всегда ждут, готовятся. Свой вклад в благотворительную акцию «Елка желаний» и «Чудеса на Рождество» поспешили сделать активисты Белорусского Республиканского Союза Молодежи. Волонтеры этой общественной организации из ПАЛЕСГУ, средней школы номер 9 и Аграрного технологического колледжа организовали для ребят развлекательную новогоднюю программу. При спонсорской поддержке коллектива Пинского опытно-механического завода собрали они также более сотни индивидуальных подарков для воспитанников социально-педагогического центра. Один вручили даже малышу, который на момент проведения мероприятий находился в больнице. Продолжение следует...